здравствуйте дорогие зрители сегодня мы опять познакомим вас с последними новостями со съемочных площадок латинской америки ну начнем с новости довольно грустной но не переживайте никто не умер просто бразильская актриса анна паула арозио уходит из профессии окончательно и бесповоротно она хочет вести уединенную жизнь и на телевидении и теперь не заманишь никакими ковришками и никакими гонорарами ну что же очень обидно замечательная актриса удивительная красавица можно конечно ее понять эта профессия требует полного самопожертвования если конечно делать свою работу с отдачей ну значит анна паула решила что это ей не подходит ну а теперь перейдем к новостям более веселым хотя некоторые мне покажутся достаточно ужасными на вкус и цвет сами понимаете итак теле мунда сериалы муж на прокат и другой сериал дамы и рабочие не оправдывают пока возложенных на них надежд рейтинги 0 4 0 5 то есть достаточно средний результат сущности теле мунда и так получают свои деньги от рекламы так что не права вы хорошо другой сериал супер успешный на этот раз сегодня заканчивается гранд-финал у нас поговаривают что будет второй сезон этого сериала но может идея удачная может и не совсем поскольку вот эти вот вторые сезоны могут как бы быть супер успешными а могут совершенно не оправдать надежд своих создателей 6 августа то есть завтра стартует сериал санта дьявол с габи спину аароном диасом карлосом понце и химиной дуке но мы надеемся что им повезет и рейтинги у них будут высокие особенно я думаю на это надеется карлос понце поскольку он тут ходил на телевизор снимался в новеле dos ogars и в общем возвращение на телевизор было достаточно провальным а это плохо отражается на самооценке актера но если и здесь не повезет остается только самодеятельный театр хорхе луис пила празднует день рождения актер исполняется 41 год и этот праздник для него достаточно радостный поскольку сериал патрона где он играл главную мужскую роль прошел успешно но хотя и не очень ровно одно плохо сам пил а актер явно не на главные роли ру классический друг главного героя и на вторых ролях ему цены нету а вот в главной роли на наш взгляд он скучно ват чилийский писатель и сценарист хосе игнасио валенсуэла часкас автор дома по соседству и дамы и рабочего пишет что-то очень интересное для теле мунда но пока не может рассказать деталей если это будет в стиле дома по соседству то успех обеспечен зритель сша полюбил такие насыщенные криминальные истории любовь кровь маньяки измены подозрения ну и желательно все это в кокаиновой пудре начинаются съемки камелии стихами с сарой молдонадо в главной роли и ходят сильнейшие слухи что на главную мужскую роль будет приглашен валентина ланус интересная политика подбирать вышедших вчераш телевизорских актеров но скоро две компании отличить будет невозможно что там одни и те же физиономии что здесь стартует программа топ-шеф звезды который будет вести айлин мухико участвовать будут давид чукаро варена эрера синтия оливария и крестьян чавес в качестве конкурсантов из других известных медийных фигур программе примут участие доктор нэнси альварес и фернандо арау такие форматы всегда пользуются популярностью поэтому ждем высоких рейтингов а теперь ацтека здесь дела похуже значит начинаются съемки сериала карасон де кондоминиум из интересных и более-менее известных актеров там примут участие арабетки и больше практически никого назвать невозможно но думаем что свои шесть пунктов сериал возьмет а если нет то никто и не удивится особо его монтеро не только ждет новой главной роли но и выпустила новый сольный диск говорит что хочет выплакать всю боль от расставания с бывшим мужем голосок звонкий но не какущий послушаем одну ее песенку но в общем еще одна посредственная певица имя которым легион ариэль лопес подилья закончил свой контракт с ацтекой и уезжает майами не удивимся если он вынужден на телемондо как и многие другие мексиканские актеры но сами понимаете негодейских негодяев там меньше чем сладких героев любовников и мужественных полицейских ну и напоследок о телевизии людвига палетта решила завязать с новеллами она сказала что телевидение бросать не собирается а вот теленовеллы обойдутся пока без нее ну жаль актриса она выразительная хотя вместо себя наставляет свою сестру доменику которая уже начала сниматься у продюсера игнасио сада в сериале for sempre mi amor начал надеяться на такой же успех которого достиг его предыдущий сериал бог ему в помощь и наконец телевиза осознала не прошло и трех лет катастрофическую нехватку галанов и приглашает колумбийцев манула кордона и рафаэля наво они актер конечно хорошие но почему бы не дать шанс уже тем кто есть на телевизе ну например марселло кордоне хороший актер выразительная внешность долго его мучиться на вторых ролях ну короче говоря умом телевизу не понять на сегодня все ждем вас в наших следующих программах подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе всех новостей до свидания